МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким средством только не прибегали люди для того, чтобы повысить собственную привлекательность в глазах противоположного пола. Не только разнообразной вкусной и правильной едой кормят, но и всевозможные модификации внешности себе устраивают. Вот в 18 веке, например, даже родинки наклеивали себе на лицо, и существовал целый язык, который эти родинки трактовал. Можно было многое сказать о человеке, который их себе на лицо наклеил. В наше время родинка – это не только милая черта, которая подчеркивает индивидуальность, но и маркер, с помощью которого можно многое сказать о собственном здоровье. Об этом будем говорить прямо сейчас с нашей утренней гостьей в студии Марина Другова, главный врач Фермского краевого центра медицинской профилактики. Доброе утро. Доброе утро. К родинкам, или по-научному невусам, правильно, такое настороженное двоякое отношение. С одной стороны, вроде ничего страшного, а с другой стороны, если этих родинок много, начинают люди беспокоиться, настораживаться. Сознаванием ли? Абсолютно правильно. И не просто так нужно быть внимательным к своим родинкам. Во-первых, надо понимать, что действительно из родинки может возникнуть нечто не самое доброкачественное. И это может быть злокачественная опухоль. И в целом рак кожи – это очень распространенное заболевание. И в преддверии солнечного сезона мы все-таки его ждем, что он будет. Несмотря на прогнозы. Несмотря на прогнозы. Тем не менее, нужно понимать, что нужно быть более внимательным к себе, к своему организму, к состоянию своей кожи. И на родинки обращать, конечно, особое внимание. Если у человека больше 50 родинок на теле, если у него есть у родственников такой диагноз, как меланома или рак кожи, то, конечно, этому человеку нужно более внимательно относиться к своим родинкам. Когда пора бить в тревогу? Когда нужно начинать беспокоиться? Какие симптомы? Ну, в целом, если вы заметили, что та обычная родинка, которая была на вашем теле, каким-то образом изменилась. Она изменилась в размере. Из нее, допустим, может быть, выпали волосы. Может быть, изменился цвет. Изменился край этой родинки. Она, наоборот, поплотнела. Поэтому это как раз все эти признаки, которые говорят о том, что стоит обратить на это внимание. И прийти в поликлинику, по месту жительства, провести хотя бы дерматоскопию. А какие есть факторы, которые усугубляют изменения такие, которые могут стать тревожным станком? Ну, прежде всего, конечно, это избыточное ультрафиолетовое излучение. И нахождение в период активного солнца, конечно же, он нежелателен ни для кого. Будь то очень маленький человек, грудного возраста, молодой какой-то, будь то молодая мамочка или это уже пожилой человек. Независимо от возраста, нахождение на активном солнце под прямыми солнечными лучами с 10 до 14 часов, ну, мягко говоря, нужно, конечно же, нежелательно, либо максимально ограничить и быть защищенным в этот момент. Как защищаться? Прежде всего, это, конечно же, это одежда, которая должна скрывать руки, предплечья. В целом, все тело, это, конечно же, шляпа, головной убор, это могут быть солнечные очки. Но и не забываем о защите с помощью крема, который содержит ультрафиолетовые факторы, защиту от ультрафиолета. То есть они действительно работают, эти кремы? Они действительно работают, да. А как-то есть способы выбрать? Ну, здесь все зависит от типа вашей кожи. И в зависимости от этого, конечно же, если человек светлый, со светлым типом кожи, светлые глаза, светлая радужка у него, да, такие... Веснушки. Веснушки, да. Безусловно, это те люди, которые однозначно понимают, они с детства об этом знают, что им долгое время находиться на активном солнце нельзя, и всячески нужно ограничивать себя в этом. Естественно, используют максимальную ультрафиолетовую защиту «Ф-фактор». Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и напомнить о таких важных вещах. Будьте внимательны, пожалуйста, к себе, своим близким, и не забывайте, что дачный сезон не за горами, и совсем скоро он станет солнечным, если верить долгосрочным прогнозам. Оставайтесь с нами, впереди немало интересного.